Депутаты Кружного собрания приняли изменения в бюджет региона на 2017 год. Это уже пятая поправка в текущем году. Изменения в бюджет вызваны поступлением дополнительных доходов в размере 305 миллионов рублей. На эту же сумму увеличенные расходы. Как отметила главный финансист округа Татьяна Лагвиненко, региональный бюджет по-прежнему остается социально ориентированным. Изменения в бюджет Нейнского округа внесли по нескольким причинам. С целью достижения майских указов президента и перераспределением бюджетных ассигнований по заявкам главных распорядителей бюджетных средств. Параметры бюджета увеличиваются по доходам на 305 с небольшим миллионом рублей. В основном за счет налоговых поступлений. На сумму поступивших доходов увеличены и расходные части Кружной казны. Бюджет по-прежнему остается социально ориентированным. Доля расходов на социальную сферу составляет 56% от общих расходов или 137,5 миллионов рублей. Из них в сфере здравоохранения дополнительно выделено 133 миллиона рублей. В социальной политике 83,8 миллиона. Увеличены расходы и по другим крупным статьям. 124,8 миллиона рублей на достижение целевых показателей майских указов президента Российской Федерации учреждением здравоохранения в связи со сложным финансовым положением окружной больницы. 21,7 миллиона рублей на социальную помощь в компенсации проезда для лечения, консультации и медицинской реабилитации. 22,2 миллиона рублей на компенсационные социальные выплаты многодетным семьям взамен бесплатного предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства. 18,4 миллиона для обеспечения лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения. На материально-техническое оснащение новых зданий детского сада «Ромашка» и школы в посёлке Красный из бюджета округа выделено 70 небольших миллионов рублей. 36,5 миллионов на приобретение семьи жилых помещений для детей-сирот по договорам найма. Такая же сумма направлена и для переселения граждан, проживающих в жилых домах, непригодных для проживания и подлежащих сносу. Помимо этого, необходимо отметить развитие инициативного бюджетирования, которое подразумевает окружное софинансирование. 5,3 миллиона рублей выделено дополнительно на реализацию проектов по поддержке местных инициатив. Продолжается и поддержка коренных малочисленных народов Севера. Так, на предоставление грантов для обеспечения деятельности семей народовых общин выделено 900 тысяч рублей. Увеличивается и поддержка предпринимательского сектора на территории региона. На эти цели выделено 50 миллионов рублей. В текущем году на развитие системы микрозаймов для предпринимателей дополнительно направят 20 миллионов. Такая же сумма предусмотрена на субсидирование окружного центра развития бизнеса для развития системы гарантии и поручительства при получении предпринимателями кредитов в банках. Дополнительно по 3 миллиона рублей направят на предоставление грантов начинающим предпринимателям и на имущественный взнос некоммерческой организации, микрокредитные компании, фонд поддержки предпринимательства и предоставления гарантий Нейнского округа. Субсидия на модернизацию производства предпринимателей увеличится на 4 миллиона рублей. Дополнительно из сказанной регионы выделяются деньги на субсидирование авиаперевозок 39 миллионов рублей и возмещение по коммунальным услугам 210 миллионов. Увеличивается бюджетное сигнование в сумме 13,3 миллиона рублей на предоставление субсидий городу Наринмару, на обеспечение транспортной инфраструктуры территории Старый аэропорт и окончательную оплату работ по строительству очистных сооружений в поселке Качкар. На 6,2 миллиона рублей увеличивается субсидия заполярному району на ликвидацию несанкционированных мест размещения отходов и на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду. На 4,5 миллиона рублей увеличивается субсидия рабочему поселку Искателей на снос 9 домов, признанных ветхими аварийными. Кроме того, в бюджете учтены дополнительные бюджетные сигнования на развитие организации потребкооперации по доставке продовольственных товаров сельскому населению. Также предусмотрены дополнительные субсидии предприятиям, производящим продукцию лечебно-профилактического питания на частичное возмещение затрат акционерному обществу ВИТО на приобретение и транспортировку тароупаковочных материалов.